Привет, друзья! В общем, мы решили увеличить количество контента для вас, чтобы была музыка, видео. Я думаю, блоги будут выходить почаще, и не только про концерты. Вот, например, сегодня у нас будет репетиция. Репетиция не в нашем видео на гараже, конечно. Обычно говорят то, что барабанщику больше всего нужно с собой увезти, чтобы на концерте, на репетиции сыграть. Но так в нашем случае это немножко не так. Не барабанщик, а басисту очень много с собой нужно носить. За барабанщика еще его вещи. Я один. Мне одному все это надо собрать. Так, чего он просил взять? В группе все меня любят, все с собой берут сразу. Где этот ключик, который он просил? Эта тарелка, интересно, ему нужна? Где ключик? Ключик. Слушай меня внимательно. Однажды человек с бородой уронил этот ключик в воду. Он ничего не замечил и пошел дальше. А порта-студию нужно брать с собой? В общем, я все собрал. Я перевозчик, как Стэтхэм. Только я перевожу не людей, а наше оборудование. Сейчас поеду с Саньком. У него, кстати, сегодня день рождения. И у меня для него есть подарочек. Надеюсь, мне больше не за кем не нужно будет заезжать. Так, вот первая точка моего прибытия. Саня, Саня, а я вам вообще звонил? Саня, Саня, поздравляю тебя. В 20-ти чем-то летием. Давай садись, хора призывать. Ну что, как у тебя настроение? Настроение у меня праздничное. Праздничное? А что за праздник? Репетиции хардбол в Москве. Ладно, у тебя день рождения, что ты так скромничаешь? Да, у меня сегодня день рождения. Саня, помнишь, ты меня просил тебе гитару подарить? Угу. Какой ты там просил гитару? Гибсон. Гибсон? Распал стандарт. Держи. Гибсон. Ну, это не гибсон, но тоже гитара. Ладно. Ладно, ты хуя, ну. Я теперь могу с соло играть, даже когда на отдыхе. Я не знаю, настроена она или нет. У меня еще один для тебя подарочек. Тут на заправочку заехал и встретил твою сестру. Это тебе. Это она? Да. Юль, спасибо тебе большое. Я обожаю рапеилки. У меня мечта обваляться в них и сжирать. Я тебя откупаться. Так, ну я надеюсь, ты мне все-таки объяснишь, как поехать. На МКАД, надеюсь, нет. А, ну, прям. МКАПРЯМ. Не, ну, в общем, у нас все происходит. Чуть так темно. О, окей, о, отлично. В общем. Вот, мы ждем. В общем, у нас здесь все происходит, как обычно, если бы мы репетировали в гараже. Как обычно, опаздывает кто? Да все опаздывают, на самом деле. Вообще, всегда я самый первый приезжаю. Да вот, не стереть. Это Антон сейчас. Антон, с рифмой не согласен. Кто? Я. Он. Антон, с рифмой не согласен. Пошли. Это Антон Дебударин, наш менеджер. А вот там расходят. И он нас выведет. Ты же выведешь Hardballs на крутой уровень. Мы все вместе добиваемся. 8 тысяч человек в стадию. Полгода. Полгода? Запомните. Полгода? Саша, блин, тот человек, который живет в полгода. Это здесь прям настоящий призыв к тому, чтобы тапки одевать. Сколько приложил усилий. Ну, пришло время репетиции. Инструмент. Привет, Андрей. Кстати, у меня для тебя новость. Я забыл палки. Ты забыл палки? Ну, тут надо подальше. То, что мы обычно играем на репетиции. Надо, чтобы вот так выходить. Хотя, вы громко егать будете. А, не одинаковые. Одинаковые. А че за тест? Че такое? Ну, в АК латишь хочу. Вы хотите нас в эфир запустить? Сань, не лажай. Понял? Вот прошла репетиция на новом месте. Там прикольно, конечно. Много места, большая комната. Можно побегать, попрыгать, поорать. Но единственное, только что в Москве это все находится. И теперь после репетиции я возвращаюсь домой не в 11, а еще обратно относить весь инструмент в гараж. Ну, в общем, все было отлично. Спасибо всем, кто смотрел. Мы вас всех очень ценим. Спасибо, что такую активность проявляли на прямом эфире. Будем стараться почаще снимать. Удачи, друзья. Счастья вам.